Тук-тук, Арнольд! Можно зайти! О, я вижу, ты решил устроить себе настоящий тропический рай! Не думаешь, что пальма из гостиной перебор? Ладно, вот тебе еще немного еды, напитков и новых друзей, уточек! Веселитесь! Как насчет полезных пузырьков? Гидромассаж способен имитировать физические упражнения, такие как приседания, подтягивания или отжимания. При вибрации мышечные волокна сокращаются и тем самым увеличиваются в объеме. А уже за 30 дней они достигнут своей максимальной силы и выносливости. Тебе, лентяю, такое точно понравится! Арнольд, впервые вижу тебя таким счастливым! Что ж, предлагаю продолжить эксперимент. Я закрою тебя в ванной на 30 дней. Но с одним условием. Я отключаю воду и оставляю столько еды, сколько у тебя есть сейчас. Да, надо было не так обжираться. Если 30 дней не вылазить из ванной, кроме бактериальной инфекции кожи и отслаивания ногтей, у тебя будет два варианта. Либо полная антигидратация организма и потеря 1,3 галлонов воды, либо гипергидратация. Когда организм получит больше воды, чем нужно, что приведет к отеку головного мозга. Арнольд, ты очень быстро расходуешь пищу и воду. Из-за длительного нахождения в воде твоя кожа, как ни странно, станет сухой и потрескается. В такой воде получить кожную инфекцию очень просто. Только прошу, Арнольд, не смотри на свою руку. Чтобы провести 30 дней в ванной, попивая коктейли, твоя кожа должна быть как у тюленя. Ведь у него на 20% больше подкожного жира, чем у человека. Что дает хорошую водонепроницаемость и защиту. Но теперь, став одним из разносчиков опасных кишечных паразитов для людей, вряд ли тебе будут рады на такой вечеринке. Арнольд, ты меньше всего похож на тюленя. И непригоден к водной жизни. Несмотря на то, что в ванной теперь рай для растений. Твоя пальма расцвела. На потолке растут грибами. А в унитазе, похоже, проросли семена пшеницы. Тебе нечего есть и пить. Нет, только не говори, что собрался пить эту воду, полную микробов и твоих волос. И не говори, что я тебя не предупреждал. Тебе нужна срочная госпитализация. До ближайшей больницы ты не дотянешь. Сердце может остановиться. Тебе нужно срочное переливание крови для поддержания давления в кровеносной системе. Во Вьетнаме во время боевых действий раненым ставили кокосовые капельницы. Кокосовая вода больше всего схожа с плазмой человеческой крови. Так что у нас есть? Кола? Окей, работаем. Но сначала нужно выпустить все газы. Если газ, содержащийся в напитке, попадет в кровеносные сосуды, это буквально разорвет тебя изнутри. В составе колы есть сахар, глюкоза. А это источник быстрой энергии, что позволяет взбодриться. Кажется, сработало. Кола в твоем организме прижилась. В твоем кишечнике теперь так же чисто, как после обработки колой ржавчины. Твой внешний вид немного изменился, волосы поменяли цвет. Но зато ты станешь самым желанным гостем на любом детском празднике. С таким количеством кофеина, который есть в составе колы, спать можно раз в три дня. Соответственно, можно успеть куда больше, чем обычный человек. Ведь даже профессиональные спортсмены употребляют колу для быстрой дозы энергии. А пополнить ее всегда можно в любом ближайшем супермаркете. Стой, камикадзе! Всего лишь одна конфета Ментоса сможет превратить тебя в баллистическое оружие земля-воздух. Не переживай, это все равно не испортит тебе день. Кола способствует даже победить небольшую депрессию. Поздравляю, Арнольд! Ты стал добровольцем для испытания пули непробиваемой кожи. Вау! Ты еще жив, Супермен? Значит, опыт прошел успешно. Кажется, эти ребята довольны. И хотят повысить ставки. Этот гранатомет выпускает гранату из ствола со скоростью 120 метров в секунду. Ее взрыв пробивает 50 сантиметров стальной брони. Тут нужна кожа посерьезней. Например, из фуллерена. Это самый прочный материал известной науки – аллотроп углерода. И он в 200 раз крепче самой прочной стали. Поздравляю, твоя кожа из фуллерена смогла выдержать выстрел из РПГ. Чего, конечно, не скажешь о твоем мозге. Ударная волна превратила его в желе. Но, к счастью, ты в суперсекретной лаборатории. Правильно, Арнольд. Идеальное время для побега. Ведь теперь никакое автоматическое оружие не может нанести тебе никакого урона. Тебя невозможно задушить или даже сбить на машине. Но силы у тебя у клипика-то не добавилось. Зато для ЖУ появились настоящие стальные нервы. Но проблема в том, Арнольд, что тебе придется до конца жизни скрываться, чтобы никто не узнал, что твоя кожа... Стоп, что? Да, Арни, вижу, ты на все готов ради лайков. Ну, делай как знаешь. Лишь следи, чтобы твоя твердолобость не вышла тебе боком. Даже у Супермена были слабости. А представляешь, если бы у тебя было две головы? Ты был бы популярен. Твоя жизнь была бы интересной. И ты был бы умнее. На велосипеде бы наконец-то научился нормально ездить. Смотри, это же тот парень с вывески. И директор цирка. О боже, этот лев что, проглотил двухголового целиком? Нет, кажется, головы остались целыми. Что же теперь будет? Неужели главное шоу сезона не состоится? Кажется, управляющий заметил тебя и хочет взять в труппу. Если ты согласишься, чтобы тебе пришили эти две свежеобразовавшиеся головы. Разве это не то, о чем ты мечтал? О, ну раз ты согласен, думаю, тебе стоит узнать побольше о предстоящей операции. Впервые удалось пересадить голову одной собаки на тело другой, Чарльзу Гатри, в 1908 году. Вторая голова была пришита к шее целой собаки и перевернута челюстью вверх. В 1950 году Демихов добился полного функционирования второй головы и пересадил 20 голов с передними половинами собак. А затем была обезьяна, которая после операции даже пыталась укусить одного из врачей. В 2013 году Серджо Канавяро объявил о планах пересадки человеческой головы. Оценочная стоимость — 12 миллионов 800 тысяч долларов. В 2017-м под его руководством трансплантировали мертвую человеческую голову на труп. А тебе идет. Теперь пора репетировать ваш номер. Надеюсь, ты не облажаешься и не опозоришь эти прекрасные головы. Тебе нужно будет джонглировать, пока ты едешь на одноколесном велосипеде с трамплина через горячие обручи. Кажется, им не нравится, что ты такой бестолковый. Постарайся не мешать профессионалам управлять твоим телом. Все, что от тебя требуется, это не испортить номер. Звездный час настал. Грандиозная премьера. Все взгляды устремлены на вас. Сегодня вы главный номер в шоу. Ни пуха, ни пера, Арнольд. Ты отлично справляешься. Еще чуть-чуть и... Это что, Дагая пришла на тебя посмотреть? Нет, нет, не отвлекайся. Не отвлекайся, только не сейчас. Вот дурак. Ты опозорил и себя, и братьев Труль. Нашелся, джентльмен. Это был величайший провал, который видела эта сцена. Пссс, Арнольд. Арнольд, проснись. Прекрати есть прямо в магазине. Эти овощи ГМО. В этом помидоре есть ген шелкопряда. Любой огурец с генетической точки зрения вообще на 40% похож на человека. Не бойся, ГМО — это не страшно. И я знаю, как тебе это доказать. Давай генномодифицируем тебя самого, Арнольд. Проводить такие опыты над людьми незаконно. Однако в 2018 году в Китае уже родилось два генномодифицированных младенца с запрограммированным иммунитетом ВИЧ. Мы в секретной лаборатории Пентагона. Тут в основном выводят ГМО-солдат. Современная методика Криспер КАС-9 позволяет вживлять ДНК одного организма в ДНК другого. В домашних рыбок ГЛО-ФИШ ген Медузы вставили для свечения. Овощи модифицируют для дольшего хранения и вкусовых качеств. Что же насчет тебя? Хочешь стать выше? Возьмем ген Майкла Джордана. Уберем тебе ген потовыделения, чтобы ты перестал быть таким вонючкой. И... Знакомьтесь. Арнольд 2.0 Началась новая жизнь. Без фотоотделения. Люди в автобусе больше не будут от тебя отсаживаться. А соседская бабка перестанет обзывать тебя мелким рыжим девственником. Теперь ты длинный рыжий девственник. Да, сейчас генная инженерия несовершенна. Но за ней будущее. Уже скоро появятся дизайнерские ГМО-младенцы. А у преступников можно будет удалить ген жестокости. Это новый этап эволюции. Сладких снов. Арнольд 2.0 Эй, что происходит? Арнольд, ты что, украл инъекции из лаборатории? Что? Ты хочешь вколоть себе ген клубники, чтобы хорошо пахнуть? И ген корги для идеальной попы? Не делай этого. Остановись. О боги, я ошибался. Генная инженерия опасна не только для организма, но и для целого мегаполиса. Не напрягайся так сильно. Боюсь, чтобы твоя последняя извилина не лопнула. Ты проходишь IQ-тест. Ты обиделся и хочешь доказать, что твой интеллект намного выше. Вот зачем ты себя обманываешь? Хотя у меня есть идея. Мозг работает лучше, когда получает много питательных веществ. Этого можно добиться за счет быстрой циркуляции крови. Укол адреналина участит сердцебиение до 220 ударов в минуту. А сороковая чашка кофе обеспечит все 350. Давай проверим, достаточно ли мы напитали твой мозг. А что если мы заставим твое сердце сокращаться со скоростью 300 тысяч раз в секунду? Кровь будет бежать по венам в 20 раз быстрее скорости звука. Конечно же, все вены и сосуды лопнут. А сердце и двух сокращений не сделает. Поэтому добавим апгрейд. Сердце заменим на мотор, а кровь сделаем более вязкой. Вот это другое дело. В таком режиме ты супермен. Все процессы в организме ускоряются в тысячи раз. Это будет самое продуктивное время в твоей жизни. С таким мозгом ты сможешь создать компанию успешнее, чем Google. Или доработать теорию гравитации Эйнштейна. И продвинуть человечество на 100 лет вперед. Но из-за ускоренного обмена веществ все это время ты просидишь в туалете. Не переживай недолго. Твое тело выдержит максимум часа два таких нагрузок. Потом – бам! Вставай! Плохая погода – это не повод для выходного. Не хочешь идти на работу? Тогда предлагаю поработать лежа в кровати. Когда в НАСА изучали воздействие невесомости на человека, они заплатили 18 тысяч долларов добровольцу, который пролежал 70 дней. Только не вздумай вставать. Я заплатил снайперу, который ликвидирует тебя при первой попытке. Есть и пить будешь лежа. Увидимся позже. Парни, ты выспался? Как дела? Что-то не очень. Видно, что появился лишний вес. Вся энергия, полученная из пищи, никуда не расходуется. Но вот пролежние – это плохо. Из-за сильного давления кровь перестает поступать к участкам кожи. Держись, старина. Хорошие новости, Арнольд. Ты близок к рекорду, поставленному советскими учеными. 370 дней в кровати. Выглядишь неважно. Каждый день ты терял 5% мышечной массы. Плюс ко всему пострадали и твои кости. Из-за малоподвижности костная ткань не наращивается, а старая быстро разрушается. И как ни парадоксально это звучит, но заснуть лежа становится невозможно. Без смены деятельности мозг не понимает, какое время суток сейчас и нужно ли спать. Но в этом есть и свои плюсы. Ты сможешь пересмотреть все любимые сериалы. Оставляю тебя тут. Приятного просмотра. Теперь, Арни, ты будешь есть только сырое мясо, как хищное животное. Чувствуешь, как сразу повышается уровень агрессии и адреналина. Переживать мясо будет сложно. Зубы человека для этого не приспособлены. Лучше порежь его на мелкие кусочки, как это делали древние монголы. Самое известное блюдо из сырого мяса, тартар, названо в их честь. Без круп, овощей и фруктов прекратится поток глюкозы, топлива для организма. Чтобы обеспечить его энергией, печень начнет перерабатывать запасы жира. И ты начнешь терять вес до 5 килограммов в неделю. А мускулы будут обезвоживаться и сохнуть. Поэтому мясная диета популярна среди голливудских знаменитостей и супермоделей. Уровень холестерина в крови повысится, и ты окажешься в зоне риска сердечных заболеваний. В кишечнике образуется остаток из аминокислот. Он смешается с кожными бактериями и приведет к появлению отвратительного запаха тела. Сырое мясо населено опасными микроорганизмами, такими как и коли, сальмонелла и листерия, которые вызывают диарею, рвоту и тяжесть в желудке. Но когда организм привыкнет к такому питанию, ты испытаешь невероятный прилив энергии и физической силы. Причина этого — повышение уровня тестостерона и витамина D. Сам Брюс Лим ел смузи из сырого мяса во время подготовки к соревнованиям. Наши доисторические предки ели сырое мясо. Но их жизнь изменилась, когда они приручили огонь и научились готовить. Это сократило переваривание пищи в три раза. Энергия поднялась от желудка в мозг, что привело к когнитивной революции, появлению абстрактного мышления и речи. А в дальнейшем — в современной цивилизации. Так что кушай, Арни, кушай. Я вижу, ночная пивная вечеринка удалась. Не забыл, что утром у тебя конференция ютуберов с IQ ниже 60? Если опоздаешь, карьера окончена. На туалет нет времени. Терпи. Мочевой пузырь комфортно удерживает 150-200 миллилитров жидкости. Но после 400-500 миллилитров чувствуется давление. Ты наверняка выпил больше. Босс очень зол. Вряд ли он отпустит кого-то выйти. Сейчас жидкость впитывается в почки и опускается по мочеточникам в твой мочевой пузырь. Он напряжен, удерживая мочу с помощью мышц. Не рекомендую тебе смеяться, чихать или кашлять. Это может ослабить мышцы и произойдет протекание. Ура! Босс объявляет перерыв. Ты спасен! Обычный человек писает 6-8 раз в день. О-оу, не повезло. В древние времена правила приличия позволяли мочиться прилюдно. Разделение туалета на женский и мужской произошло только в 1792 году. Ну все, перерыв окончен, Арнольд. Сейчас твоя очередь вести презентацию. При длительном удержании стенки мочевого пузыря могут растянуться для удержания большего количества влаги. Однако это опасно. Бактерии и кислоты, содержащиеся в моче, могут подняться обратно в твои почки, что вызовет цистит или пелометрит. Все одобряют твое недовольство политикой компании, Арнольд. Держись, осталось всего лишь 50 докладов, и ты будешь свободен. Ну вот и все, пора домой. Арнольд, советую не делать резких движений. При полном заполнении мочевого пузыря возможен его разрыв. Ты почти дома. Осталось только потерпеть утренние пробки. Двигайся медленно. О нет, кажется, идет твой сосед, который любит обнимать всех при встрече. Арнольд, берегись. Выглядишь хреново. Погоди, неужели ты в коме? Глядя на тебя, кажется, что ты умер, но внутри ты все еще жив. В коме ты не способен реагировать на внешние раздражители. Поэтому вполне сойдешь за фаната кей-поп и сможешь годами слушать на повторе одну и ту же песню. Люди могут провести в коме от нескольких дней до десятка лет. Эдуардо Бара в возрасте 16 лет впал в кому и провел в ней 42 года. По словам пациентов, во время комы они ощущали себя некой материей. Блуждали по длинным сырым коридорам, лабиринтам, проходили сквозь сложные механизмы. Степень комы определяют по шкале комы Глазго, где 15 баллов — это ясное сознание, а 3 балла — это смерть мозга. Арнольд, они собираются отключить аппарат! Очнись! И я обещаю, больше никаких опытов над тобой! Свет в конце туннеля! Давай, Арни, ты сможешь! Мечтаешь стать человеком-пауком? Только не говори, что хочешь дать пауку укусить тебя! Это же черная вдова! Яд этого сантиметрового паучка в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Хорошо, что первая на человека она не нападает. Ты что, проглотил паука? Путь до желудка по пищеводу напоминает отвесную водную горку с бассейном соляной кислоты в конце. Она легко обезвредит паучий яд. И если бы ты запил паука водой, то он бы достиг желудка за 2 секунды. Но без жидкости он падал 9 секунд и успел тебя укусить. Так что приготовься! Яд черной вдовы содержит нейротоксин альфа-латродоксин. При укусе он прикрепляется к рецепторам нервных клеток и вызывает туда приток кальция. Из-за этого выделяются гормоны, вызывающие судороги и паралич. Арнольд, ты же хотел суперсилу? Теперь твой пресс не пробить и кувалдой. А как насчет 4-х часовой эрекции? Или глаз, которые вылазят из глазниц на 3 сантиметра? По-моему, ты скорее похож на суперзлодея. Что, Арни, зря ты съел именно этого паука? Воспользуемся начавшимися галлюцинациями и посмотрим другие варианты. Вот Арнольд, которого укусил шестиглазый песчаный паук. Его яд вызывает внутреннее кровотечение и некроз тканей. Противоядия не существует. А вот жертва укуса самого ядовитого паука, согласно книге рекордов Гиннеса. Бразильского странствующего паука. Его укус в большинстве случаев приводит к остановке сердца. Но вернемся в нашу реальность. К счастью, только 5% взрослых умирают от яда черной вдовы. После 12-48 часов жутких мучений действие яда прекращается. Как тебе Австралия, Арнольд? Не шевелись. Кажется, это тайпан Макоя. Это самая ядовитая сухопутная змея на Земле тупица. Яд тайпана в 180 раз токсичнее яда коброй. Капли размером с булавочную головку можно убить тысячу мышей. А 44 миллиграмма яда, которые змея выпрыскивает за один укус, могут убить 100 таких Арнольдов. Бежать бесполезно. Тайпан не уползает после первого укуса, как остальные змеи, а продолжает серию молниеносных сверхточных атак, чтобы добить жертву. Эти 13-миллиметровые зубы впрыснули в твою кровь мощный гемотоксин, препятствующий свертыванию крови, что приводит к внутреннему кровотечению. Ты перестаешь контролировать свое тело. Конечности не слушаются, затрудняются дыхания, начинаются судороги. О, не переживай, Арнольд. Это не кровь, это моча. Твои мышечные клетки начинают в буквальном смысле растворяться и выходить через почки. От этого моча становится красной. Если в течение 30 минут не принять антидот, то в последующие 8 часов твоей никчемной жизни адская боль, которую ты будешь испытывать перед смертью, заставит умолять пристрелить тебя быстрее. И еще один вдох. Молодец, ты вдохнул ровно 2,5 грамма ртути. Столько мы найдем в двух ртутных градусниках, если будем вдыхать их испарение, как при ингаляции, что ты, собственно, и сделал. А если заполнить небольшую комнату градусниками и хорошенько по ним потоптаться, то у тебя уйдет 1 час и 250 тысяч градусников, чтобы надышаться такой же дозой ртути и умереть. Это тоже ртуть, дубина. Если выпить стакан обычной ртути, тебя максимум хорошенько пронесет. Но от мелкодробленной ты умрешь мучительной смертью. При попадании в организм мелкие шарики образуют опасные растворимые соли. Температура тела поднимается до 40. Тряпка тебя знобит. Грудь и живот разрывает от боли. Добавь к этому букету слюноотделение, рвоту и понос. Твоя кровь становится жидкой, как вода, и черной, как зубы твоей пробабки. Успокойся, тряпка. Это ради науки. Сердце — это насос, который заставляет кровь двигаться по всему телу со скоростью 40 километров в час. Путь, по которому проходит кровь, составляет 100 тысяч километров. И если все эти сосуды сложить в одну линию, то ею можно два раза обмотать земной шар. Три, два, один, стоп! Намочил трусишки! На сокращение сердца уходит 0,4 секунды. И столько же на отдых. Если сложить все паузы за одну среднюю жизнь человека, то окажется, что сердце отдыхает больше 20 лет. Поэтому остановку на одну наносекунду никто даже не заметит. Но я уже придумал, как все исправить. Присмотрись. Сердце напоминает двухэтажный дом. Наверху — две комнаты, называющиеся предсердиями. Правая и левая. А внизу — желудочки. В обычном режиме кровь из предсердия выталкивается в желудочек с таким давлением, что выпущенная струя может пролететь более 9 метров. Дальше желудочек выталкивает кровь в легкие или аорту, и жизнь продолжается. Но если желудочек остановить хотя бы на 0,7 секунды, когда все остальные части сердца работают... Бах! Двойная порция крови, и он разрывается в клочья. Не в этот раз. Ты нам нужен, Арнольд. Мы все тебя любим. Правда, народ? Шучу. Всем пох. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова